Здравствуйте! В эфире Студия 21 и с вами ее ведущая Татьяна Ключ и Кирилл Егоров. В Беларуси каждый третий учится. Но помогают ли образование реализовать себя в жизни? Какие специальности наиболее востребованы? Среднеспециальные или те, что предлагают нам высшие учебные заведения? Об этом вы узнаете в этом выпуске. У нас в гостях сегодня Александр Жук, первый заместитель начальника управления образования Брестского обл.исполкома. И Карина Феоктистова окончила вуз-магистратуру. Здравствуйте! Здравствуйте! Высшему или среднему образованию сегодня стоит отдавать предпочтение. Как вы считаете? Я думаю, что каждый выпускник должен решить, какой уровень ему образования необходим для того, чтобы состояться в жизни. Средне, специально или высшее. Но, к большому сожалению, большинство молодежи думает, что если идти в профессиональное образование, то, конечно же, сразу же на высший этаж. И поэтому предпочтение отдают высшему образованию, хотя в процессе работы потом данное образование не всегда востребовано у нанимателя. Поэтому в любом случае начинать необходимо трудовую деятельность или приходится трудовую деятельность со ступенек каких-то средних. Поэтому я думаю, что правильнее было бы идти получать или же рабочую профессию, которая определит жизнь дальнейшую, потому что выбор осуществляется профессионально, но все равно под влиянием, скажем так, советов чьих-то больше, нежели мнение самого молодого человека. Либо же среднее специальное образование приобретать, получать для того, чтобы, опять же, начать трудовую деятельность, посмотреть, что у тебя получается, в чем твое предпочтение профессиональное или твое предназначение. И тогда, соответственно, получать высшее образование уже у нас есть возможность по сокращенной форме, либо же по заочной форме. Все-таки, если у нас порядка 12 тысяч выпускников средней школы ежегодно выпускается, то, по крайней мере, 60% из них отдают предпочтение высшему образованию. Вы предлагаете сначала закончить среднее специальное учреждение образования, затем уже решать, стоит ли тебе идти на высшее. Я скажу так, что свою жизнь трудовую я начинал со среднего специального учреждения. Карина, как считаете, вы среднее специальное или выше? К какому вы берете предпочтение? Ну, я также присоединюсь, пожалуйста, что, во-первых, каждый должен решить для себя, что ему важнее. Но по личному опыту могу сказать, что к 11 классу большинство учеников просто не знает, куда им нужно идти. И это очень сложный выбор. То есть, в основном это происходит действительно либо родители как-то влияют на выбор, либо какая-то профессия становится популярной, либо просто выбирают какую-то высокооплачиваемую в определенный момент профессию, либо же просто на АБУМ подают документы и уже дальше смотрят, подходит, не подходит. Как-то, ну, разные ситуации бывают действительно. И, ну, все-таки человек должен сам выбирать, либо высшее, либо среднее специальное. Ведь что ценится сейчас? Ценится знание. Ценится образование. Ну, вот сейчас, например, многие люди, они устраиваются не по специальности. То есть, получают диплом какой-то один, ну, допустим, педагогический, а устраиваются на работу совершенно в другой области. И там больше, я не думаю, что смотрят на именно какой вуз был окончен, а смотрят больше на навыки и на то, что действительно человек умеет. Ну, что может уметь учитель русского языка и литературы, который, ну, желает проявить себя в экономике, например, или на производстве каком-то, ну, я, например, не знаю. Но есть же экономическое образование. Я понимаю, что, значит, ну, у нас получается как по классику. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И вот принцип этот пока еще стереотип мышления такой у молодежи есть. Мне главный диплом, а я уже устроюсь в жизни. Так, значит, ну, устройство в жизни, вот я где-то смотрел статистику, каким образом осуществляется трудоустройство. И осуществляется ли лоббирование чьих-то, ну, протажирование так, родственников, там, детей, знакомых и все остальное. Кстати, очень интересный, значит, скажем так, опрос, он не статистические какие-то данные, но опрос показывает, что, ну, к большому сожалению, это часто применяется. Лучше бы оно применялось реже, конечно же, такая практика. Но состояться можно в профессии тогда, когда ты имеешь базовые знания по этой профессии. Как можно, конечно, учитель, или часто встречается такое, к сожалению, учитель идет работать в торговлю, или идет работать в связь, значит, и так далее. Но это уровень полученный, базовый уровень, скорее всего, коммуникативных каких-то возможностей, способностей, вернее, вот развиты они, и ему позволяют без глубокого знания, значит, ну, отрасли своей, специфики вот этой профессии, работать. Влияет ли образование на дальнейшее трудоустройство и действительно ли помогает реализоваться в жизни? Своим мнением поделились брещане. Очень много людей, в принципе, даже без образования, которые реализовывают себя в жизни, добиваются какого-то успеха. И поэтому не думаю, что чем оно выше, тем оно может быть дать возможность человеку занимать какие-то более высокие места в жизни, например. Ну, мне кажется, даже не от образования вообще это может зависеть. Много примеров. Например, у нас ученики, да, были, которые, как правило, не заучки, но выбивались в люди. И, может быть, по образованию им не особо помогло. Главное, наверное, воспитание, да, то, что вкладывают родители, что, ну, какой-то правильный подход и мысли о образовании. Ну, как, оно, конечно, влияет, но чтобы на 100%, я думаю, что нет. Возможности больше, потому что мы лично закончили колледж, то есть средне-специальное есть, было плохое распределение, ну, убежали, поступили. Что будет дальше, не знаю, будем искать те же самые возможности, чтобы где-то устроиться. Образование, сильно большую разницу между, то есть, средне-специальным и высшим образованием мы не почувствовали. Больше возможностей. Ну, я получаю высшее, верю в это. Беларуси вообще никак, это вообще без разницы. Есть, что образования нету, это вообще без разницы просто. Вот. Кстати, даже со средне-специальным, наверное, будет попроще, чем с высшим. Высших много, никому не надо. Да, если любое, зайдите в магазин, посмотрите, там все сидят с высшим образованием. Кто-то продавец, у него три высших образования за 2 500. Высшее образование, ну, кстати, оно даже не показатель того, умный ли человек или нет. Многие его считают, что если есть высшее образование, значит, ты найдешь себе работу. Но это не факт. Человек, имеющий высшее образование или хотя бы какое-то среднее, специальное, я не знаю, ну, у него кругозор шире, у него взгляд на жизнь совсем другой. Он меряет только, ну, не только жизнь своими сегодняшними, он видит, наверное, немножко дальше вперед. Пока человек учится, он учится учиться. В ходе опроса молодой человек рассказал такую историю, что человек с тремя высшими образованиями, работающий в магазине, уже никого не удивляет. В принципе, таких можно зайти в тот же Европу и увидеть много людей с высшим образованием. С чем это может быть связано? С тем, что, может быть, высшее образование, оно не настолько сегодня востребовано на рынке труда, и что с этим делать? Как вы считаете, Александр? У меня есть такое хобби, я коллекционирую монеты. А есть молодые люди, которые, наверное, коллекционируют дипломы или документы об образовании, поэтому где-то молодому брещанину, и, наверное, встретились такие коллеги, может быть, или друзья. Я думаю, что образование у нас ведь бесплатное или за счет бюджета только одно по любому уровню образования. Профессиональное, техническое имеет молодой человек право получить среднее, специальное и высшее образование. Соответственно, все остальные дипломы он получал, наверное, при условии, что те получил на бюджетную основу за оплату. Ему, наверное, это нравится. Но я думаю, что надо все-таки определиться, кем ты хочешь быть. Если есть способности журналистам, получай образование, связанное с журналистикой. Зачем получать еще, условно, инженера-строителя или другую специальность. Поэтому, к большому сожалению, есть такие люди, которые любят, как я говорю, коллекционировать дипломы, но это, скорее всего, все-таки исключения. Редкие исключения, нежели правила. Карина, как вы считаете? Я так думаю. Ну, я считаю, что существует как бы две стороны. То есть, первая сторона, то, что человек получает образование, делает то, что ему нравится. То есть, он получает именно то, что ему нравится, что он любит делать. Он любит учиться, да? Ну, нет, допустим, он выбрал какую-то специальность, ну, допустим, даже педагогическую. Вот он получил педагогическое образование. То есть, ему нравится преподавать. Но затем он понимает, что у нас все-таки зарплаты у учителей очень низкие. Я думаю, что сейчас все-таки заработная плата является чуть ли не одним из важнейших факторов выбора работы. То есть, именно поэтому, скорее всего, люди работают не по специальности. Ну, на мой взгляд. Вот у вас столько специальностей. Вы нашли, с легкостью смогли найти работу в нашем городе? Ну, на самом деле, нет. Из университета мне, скажем так, честно, помогло лишь два предмета найти мою работу. То есть, навыки, которые я приобрела практически в университете. Остальные мне как-то не особо пригодились. То есть, ну, все равно ты устраиваешься на работу и получаешь какие-то навыки именно в ходе практики. Некоторых распределяют. То есть, есть половина мест, которые учатся на платном, и они не смогут найти, вот какая статистика есть, найти работу в специальности. То есть, одногруппники, которые вот уже прошло больше года, и они до сих пор не могут нигде устроиться. По желанию, значит, те, кто приобретает образование на платной основе, они могут тоже распределяться, на них распространяется статус молодого специалиста, выплаты все, которые осуществляются, доплаты, если идет как молодой специалист. Поэтому, ну, об этом надо только заявить приемной комиссии по персональному распределению. Вот. Поэтому оно есть, правильно, и избыток по определенным профессиям. Это не значит, что оно отрегулировано один к одному, но это уже проблема, скажем так, молодого человека, который получил на платное основе образование. Может быть, ему стоило на другую специальность. Считается, что прежде чем поступать, нужно посмотреть рынок труда, какие более востребованные специальности, и затем уже подавать документы. Ну, молодые люди говорят, что учитывают это, когда и в том числе они проходят психологическое тестирование определенное, их выявляют более... к чему они более склонны или какой профессии. Вот. Но в данной ситуации, конечно же, и издержки есть. Вот эта погоня за высшим образованием, она не учитывает возможности. Возможность государство дает для получения высшего образования. Значит, но все равно молодой человек должен думать, будет ли он потом работать, лежит ли у него сердце к этому, и второй найдет ли он работу. Это точно так же, как курсовая какая-то подготовка, получение профессиональных каких-то навыков или образования, высшее, профессиональное, техническое, среднее, специальное. Она думает, найдешь ли ты потом работу по этой специальности. За 4 года случайно предвидеть себе, как там будет на рынке труда? Ну да, может измениться ситуация кардинально. То есть, допустим, в год, когда я поступала, была очень нехватка экономических, экономистов, да, была нехватка этих специальностей, и в тот год поступило очень большое количество людей именно на экономическую специальность. Однако, когда уже выпускались, уже экономисты никому не нужны, и многие опять пошли на переподготовку, на получение новой квалификации, то есть, и по специальности тоже не работают. Я предлагаю посмотреть сюжет о результатах вступительной кампании 2016 года. Через тернии к студенческому билету. Этот путь прошли все студенты-первокурсники высших учебных заведений страны, прежде чем попасть в аудитории на лекции. В Брестском университете имени Пушкина в этом году на 470 бюджетных мест дневной формы обучения претендовало 945 человек. Конкурс составил более двух абитуриентов на место, но были и такие факультеты, где конкурс значительно превышал средний. Исторический факультет специальности «История и политология» был конкурс «Больше четырех человек на место», «Туризм и гостеприимство» — «Четыре человека на место», на специальность, которая в этом году вновь открыта, «Логопедия» — конкурс «Три с половиной человек на место», «Современные иностранные языки» — тоже конкурс «Больше трех человек на одно место». Кроме того, студентами университета стало большое количество медалистов, которые прошли без вступительных экзаменов, а общий балл абитуриентов по результатам централизованного тестирования в этом году значительно выше прошлогоднего на 20-30 пунктов по всем факультетам университета. Очень приятно то, что поступали студенты, которые набрали 357 баллов, например, на специальность «Прикладная математика», на факультет иностранных языков — 286, на исторический факультет политология — 306 баллов. То есть, в общем-то, в наш университет в этом году пришли сильные абитуриенты. Такую же тенденцию отмечают и в Бресском техническом университете. Вызвала интерес у абитуриентов и новая специальность «Программное обеспечение информационных технологий». Среди специальностей, которые пользовались наибольшим спросом, это специальность новая «Программное обеспечение информационных технологий», которую мы открыли в этом году. И мы ожидали, что она будет пользоваться большим спросом, так как там квалификация «Инженер-программист», и до этого у нас таких квалификаций по другим специальностям не было. Поэтому там мы имели большой приток абитуриентов, и на эту специальность оказался самый высокий балл проходной в университете вообще, он 317. Многие сегодняшние студенты области при поступлении проявили себя как настоящие гении. Ученик Брестской школы номер 23 Виталий Дячук сам не ожидал, что войдет в число самых умных абитуриентов. По белорусскому языку он получил 100 баллов. Однако не считает это простой фортуной. К такому результату он пришел благодаря упорным занятиям. Я думаю, я готовился, можно сказать, все 11 лет, потому что белорусский язык его не выучишь за один год. Например, физику или математику, как я ее учил. Я выбрал именно белорусский язык, потому что с языком у меня, в принципе, все хорошо было. В 10 классе я долго думал, какой язык выбирать, ходил на репетиционное тестирование. Набирал по белорусскому 85 без подготовки и по русскому около 70 без подготовки. По математике Виталий получил 63 балла, а по физике 68. Такие результаты централизованного тестирования помогли парню осуществить задуманное, поступить на специальность, о которой мечтал с детства. Ученица Ляховической гимназии Нинок Вернадзе также выбрала для тестирования белорусский язык. Несмотря на свои грузинские корни, девушка всем сердцем любит этот предмет. Она также обладательница 100 баллов. Белорусская мова дается мне, можно сказать, легко, потому что белорусская мова веет своя душа, которая будет почуть, убачить, и тогда будет легко выучить ее. Нино начала готовиться к вступительным экзаменам еще в 8 классе. Помогала ей учитель белорусского языка Светлана Ермакович, за плечами которой 30-летний опыт работы. Это ее первая воспитанница, которая получила наивысший балл. Мы до этого долго шли, попробуем повторить. Еще раз, когда отрывается, такие обычные у нас есть. Я сподеюсь, что, может быть, еще это неоплошно. Виталий и Нино, как и многие молодые люди, достигают таких высот на централизованном тестировании и получают высшее образование для того, чтобы в будущем самореализоваться и обрести профессию мечты с достойной заработной платой. Но смогут ли они существить задуманное, покажет только время. Будем надеяться, что все герои сюжета реализуют себя как специалиста. Я бы хотела обсудить такое мнение, что студенты, которые учатся на среднем уровне, лучше реализуют себя потом в жизни и успешнее у них складывается карьера. Как вы относитесь к такому мнению? Действительно ли это так на практике? На среднее специальное образование, скорее всего, идут... Не среднее специальное, а на среднем уровне. Шестерки, семерки. То есть они не отличники и не двошники, а на среднем уровне заканчивают свои, скажем так, дипломы. Нормальные ребята самые. Ну, скорее всего, это верно, потому что у человека, который хорошо учился, то есть у него уже есть какая-то планка, и он думает, что, ну, раз я такой умный, я хорошо учился, то я не пойду на профессию, которая там не считается престижной. А человек, который учился на среднем уровне, на 6-7, где-то так, он, я думаю, не будет чураться никакой работы, просто нет такого самомнения, что я там самый умный, и мне нужна самая высокоплачиваемая, самая престижная профессия. Александра, вы как считаете? Мне кажется, что не бывает каких-то вот таких категорийных, категорических таких вот заверений, что вот тот на 6-7, он обязательно будет умницей, состоится программа в своей, а ботаник никогда в жизни не состоится в профессии или в жизни. Нет, это совершенно, ну, наверное, такое сформированное еще с советских времен фильмами, там, яролашами и всем чем угодно, значит, мнение. Значит, все зависит от самого человека, ведь все в его руках. Значит, я считаю, что преимущество от нашего образования, будь то среднее, специальное или высшее, в том, что ведь не только образование даем, и у нас неотъемлемой частью еще является и воспитательный процесс, значит, а воспитательный процесс, он многогранен, потому что дает возможность попробовать в общественной жизни себя, в спортивной жизни, высказать свое мнение, ну, много проявлений различных. И, естественно, эта студенческая жизнь, вот, или жизнь и учеба в каком-то профессиональном учреждении, она еще и развивает личность. Да, в коллективе, в учреждении, в определенных рамках, которые приняты обществом, не того, что я как хочу, так там и ворочу, условно говоря. Вот оно и помогает молодому человеку выработать то, что необходимо для жизни в будущем. Среднее знание он имел в школе или в учреждении, образование, так, достиг чего-то в жизни. Но, как правило, тот, кто профессионалом себя чувствует в профессии, в знании, азов своей профессии, кто, ну, нормально воспитан, кто в жизни имеет цель стремиться, тот и добивается успеха. Вот. А тот, кто плывет по течению, тот, соответственно. Ну, бывают даже такие ситуации, когда, например, в школе человек учился средненько или ниже среднего, а потом он поступает в высшее учебное заведение, ему, например, нравится, да, и он уже учится на высшие баллы. Ну, бывает наоборот. Вы выбрали именно высшее образование. Почему вы не пошли в среднеспециальное? Ведь есть тоже программирование, операторы, ВМ тот же. Почему вы предпочли именно вот эту ступень развития? Ну, на самом деле, я скажу чисто как свой опыт. Я подавала документы, и у меня были жизненные обстоятельства, что я подавала их на обум. Я просто посмотрела, что, ну, буквально одно из первых окошек, это была информатика и иностранный язык. Я подумала, что это всегда будет востребовано, в принципе. Иностранный, особенно английский, сейчас очень популярен, востребован. И я подумала, ну, значит, нужно получить, наверное, такую специальность. И я ни капельки не пожалела, на самом деле. Я просто очень рада, что я туда подала документы, потому что первоначально я их подавала на экономиста, как все. Ну, и в последний день буквально, я не знаю, подумала, что все-таки экономиста не мое. И нисколько не разочаровалась. Почему на высшее учебное заведение? Почему вы не пошли в среднеспециально, не посмотрели на окошки там? Ну, потому что высшее все-таки у нас так сложилось в обществе, что высшее, но все равно ценится как-то больше, чем среднеспециальное. Ну, и с учетом того, что у нас довольно сложно найти работу, ну, все-таки считается, что если человек получает высшее образование, то ему будет это сделать проще. На самом деле ли это так? Образование бывает, что это так, а бывает так, что, например, очень востребована профессия строителя, швеи той же. То есть, скорее всего, это дело случая. Помогает ли образование найти работу? И какое образование более востребовано на рынке труда? Это постаралась выяснить Татьяна. Посмотрим сюжет. Помогает ли образование среднеспециальное или высшее реализовать себя как специалиста? Важно ли сегодня высшее образование и дает ли оно какие-либо преимущества при трудоустройстве? Чтобы ответить на эти вопросы, я отправилась в Центр занятости, а также проанализировала газеты и интернет. В отделе трудоустройства уже давно определились с самыми востребованными профессиями – это врачи и медсестры. Однако для специалистов другой сферы деятельности есть работа, которую можно заполучить, только выйдя победителем в жестоком кастинге, ведь число безработных значительно превышает число заявленных вакансий. Вакансий у нас немного на сегодняшний день. 893 вакансии на 1 сентября у нас заявлено в службе занятости, а безработных состоит у нас на учете 2017. Так, на одно рабочее место претендует 2,2 человека. Тем не менее, за этот год Центр занятости помог найти работу 34% безработных со среднеспециальным образованием и 41% с высшим. Несмотря на то, что процент трудоустройства с высшим образованием несколько больше, зарплаты в сравнении с простыми рабочими фактически не отличаются. На сегодняшний день у нас кардинально упали заработные платы именно для лиц с высшим образованием. На сегодняшний день у нас они приравняли заработные платы практически к тем людям, которые не имеют вообще никакого образования. То есть на рабочих специальностях у нас на сегодняшний день можно заработать столько же, сколько заработает инженер без опыта работы на заводе. Далее я обратилась к газетам. Розовым маркером я выделяла профессии, требующие высшего образования, а зеленом – среднеспециального. Хотя статистика трудоустройства и показывает, что с высшим образованием люди устраиваются на работу быстрее, число вакансий в газете «Работа сегодня» говорит об обратном. Для людей со среднеспециальным образованием предлагается 61 вакансия, а специальности, которые требуют высшего образования, всего лишь 26. Не остались без внимания интернет-ресурсы, которые не отличились от тех вариантов, что предложил нам Центр занятости. 70% предложенных вакансий не требуют высшего образования, и лишь остальные 30 желают принять на работу человека, проучившегося 5 лет в университете. Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что людям со среднеспециальным образованием гораздо легче найти работу, нежели человеку с высшим образованием. Как мы видим, высшее образование не является показателем гарантии, так сказать, хорошего трудоустройства, да и зарплата остается такой же. Но стоит ли тратить время на 4 года высшего образования, если зарплата в конечном итоге будет такая же? Как мы уже и говорили, то что тут человек сам должен решать. То есть, опять же, раз зарплата одна и та же, то ты выбираешь себе профессию. Некоторые профессии все-таки требуют высшего образования. То есть, ну, зависит от профессии, да, квалификации, какая необходима. Тем не менее, срок обучения разный, а зарплата одна и та же. Можно ли назвать это проблемой современного образования? Заработная плата же ведь не есть показатель, что по уровню образования формируется показатель по заработной плате. Это зависит от востребованности, от трудозатрат, от возможностей нанимателя, то, что предлагает. Я думаю, что мы можем в жизни встретить такое, что специалисту со средним специальным образованием предлагают зарплату выше, чем другие наниматели предлагают специалисту с высшим образованием. Но ваш вот сюжет говорит как раз о том, что, значит, востребованы специальности как по уровню образования среднего специального, так и высшего образования. К большому сожалению, выпускники думают, что вот высшее образование – это есть приоритет для трудоустройства, для жизни, для всего остального. Поэтому я думаю, что у вас очень даже такой жизнеутверждающий сюжет. Может, что-то в школах показывает, что вы не знали. Да, который, значит, молодым людям откроет глаза как раз на то, что потребность рынка формируется не в зависимости только от количества выданных дипломов о высшем образовании. Есть много, масса, значит, специальностей, которые как раз требуют уровня среднего специального образования. Ну, то есть не нужно гнаться действительно за этим высшим образованием, если для профессии, которую ты выбираешь для своей жизни, оно не так уж и нужно. Так что делать для того, чтобы в конце образования реализовать себя как специалист? Что нужно делать для этого? Учиться, постигать ту профессию, на которую ты пришел. Вот. Самое главное – быть специалистом, высококлассным специалистом быть, даже если ты потом поменяешь направление, но ты будешь знать основы той профессии, которой учился. Карина, посчитайте. Ну, в первую очередь, я согласна, конечно, но в первую очередь необходимо все-таки определиться, чем ты хочешь заниматься в жизни. Надо до того поступать. Потому что это действительно является очень важным фактором, о котором даже многие не задумываются. Вот в 11 классе доучиваются и даже не думают действительно, что им нравится. Я предлагаю узнать мнение нашей аудитории. Я понял, что образование, которое ты получаешь, это еще не гарантия того, что ты будешь именно работать по этой специальности и нужно постоянно себя искать и не разочаровываться в жизни. Для человека главное определиться то, что он хочет изучать и трудиться. То есть не имеет значения, когда ты поступил, когда ты в университет, либо в училище. Главное, что ты хочешь учиться, хочешь стать специалистом хорошим. И вот это самое главное. Главное – желание и отсутствие лени. Ну, я сделал выводы, что не важно, какое образование ты получаешь, и важно, чтобы ты действительно хотел делать то, что ты делаешь. Самый важный вывод, который я сделала, это, наверное, то, что нужно работать и учиться, и в итоге найти дело, которое тебе по душе. Я понял, что главное – это желание получать образование. То есть никуда нельзя идти из-под палки. Главное, чтобы было твое собственное желание. Ежегодно из учреждений образования выпускаются молодые специалисты. А система образования расширяется. Главное – это верно выбрать свой путь. И уж тогда обязательно реализуешь себя в жизни. А с вами мы прощаемся. Спасибо за интересную беседу. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова